Ремонт в Доме культуры продолжается уже третий год. Строители демонтировали отделку внутренних помещений, а также обновили круфлю и фасад здания. Но после этого работы приостановились. Учреждение культуры уже давно закрыто для посетителей и ведет свою работу на других доступных площадках. На данный момент наши коллективы занимаются на другой базе клуба «Селофронтовое», поэтому неудобства наших участников, конечно же, это заметно сразу. Приходится выступать нам на открытых площадках, потому что мы не имеем возможности приглашать к нам в Дом культуры наших зрителей, наших посетителей. Закрыт для посещения и уникальный народный музей истории 4-го сектора обороны Севастополя, который с 1965 года располагается в Доме культуры. Центральный экспонат – диорама, созданная заслуженным художником РСФСР Владимиром Кузнецовым и рассказывающая о подвиге пяти героев-черноморцев возле села Дуванкой 7 ноября 1941 года. 29 октября в этом году будет 50 лет нашей диораме. Диорама «Защитники Севастополя» – это единственная диорама, которая рассказывает о защитниках Севастополя. Это первая сельская диорама в Советском Союзе. Здесь ожидался танковый прорыв, было подготовлено несколько групп истребителей танков, в число которых и вошли вот эти пять героев, которые воспеты также в нашем севастопольском гимне, где мы с вами все знаем второй куплет, говорит о том, что «Скинув черные бушлаты, черноморцы в дни войны, здесь на танке шли с гранатой, шли на смерть твои сыны». Экспонаты – подлинные письма, документы и фотографии военных лет, а также оружие и снаряжение, найденное на местах боев вблизи села. Чтобы сделать коллекцию более доступной для широкой аудитории и популяризировать музей, сотрудники решили принять участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив и выиграли более двух миллионов рублей на модернизацию выставки. В работе со школьниками будут применять мультимедийные технологии. «Это запуск видеоэкскурсий музея нашего. Также с помощью QR-кодов у нас можно будет посетить музей самостоятельно. Будет сопровождение экскурсии с дополнительным звуковым эффектом. Это может быть интерактивное звучание, которое будет сопровождать от экспозиции к экспозиции посетителей». Однако нынешнее состояние здания Дома культуры может помешать реализации проекта. Подрядчики обещали возобновить ремонт в июле и завершить его до конца года. Но сотрудники опасаются, что работы вновь затянутся. «С 1 июля уже у нас будет начинаться реализация нашего проекта. И, конечно же, то, что мы находимся в таком состоянии, в полном ремонте, так скажем, немножко есть опасения, да, и не только опасения, а реальная угроза того, что в реализации нам нужно показать отремонтированный наш Дом культуры и, конечно же, пригласить сюда посетителей, которые ознакомятся с музеем». Пока же в ожидании открытия в Доме культуры села Верхнесадовое планируют заняться созданием сайта Музея 4-го сектора обороны Севастополя и оцифровкой его экспозиции. Полина Галушка, Юрий Риутин, Севинформбюро.